Как жанр в истории киевских антологий? Мой доклад был состоятельный в двух частей. Первая — это конспективная система и теории русско-кульправийских антологий, а вторая — собственно, об истории киевских антологий. Сегодня антология сразу по себе становится объектом исследования как некий репетирующий и презентационный жанр. И один из стимулов к написанию этого доклада — несколько месяцев назад в Альбове вышла такая очень большая содержательная монография «Вид антологии до антологии», «Онтологии к антологии». И там речь об украинских антологиях, то есть фактически об истории украинского литературного канала, представленного через антологию. И о разных образах этого канона. Смысл там в том, что антология отчасти фиксирует канон, отчасти создает. Вообще, украинская Википедия озаботилась антологической статистикой. Какова статистика впечатляет? За 100 лет с момента выхода первой украинской антологии, она называлась «Онтология русска» и вышла в 881 году. И по 991-й вышла около 60 антологий. А за последние 20 лет украинские литературные статисты выпустили 260. Оригинальных и несколько десятков переводных антологических собраний. Но тут, кстати, можно поставить запятую. Вся эта антологическая статистика, она отчасти теряет убедительность, коль скоро эти тенденции никоим образом не соотнесены с общей издательской статистикой. Там, как мы знаем, за последние несколько десятилетий, при общем уменьшении тиражей выросло количество наименований. Так что увеличение антологических наименований может просто соответствовать общей нейтройнике. Но тем не менее, такая статистика существует, я подозреваю, что российская антологическая статистика, если бы она была собрана и предъявлена, вывезла бы куда внушительнее. Но тенденции также. Правда, в русской Википедии на соответствующей странице находились копипасты из Брагауза с раздела об античных антологиях. Современной антологической практики там, разумеется, нет. А у Брагауза, читаем, многочисленные сборники избранных отрывков из произведений поэтов или других писателей, которые являются во всех фибератических странах, носят тоже часто название антологии. Википедии здесь обрывают цитаты, между тем, в Брагаузе там дальше следует замечание, что ближайшим родственникам антологии является кристоматия. И это характерно именно для антологической практики начала прошлого века. При том, что уже тогда существовало сомнение на предмет чистоты жанра. Все эти многочисленные сборники совсем не обязательно оказываются антологиями. Есть условия, которые диктуют антологическая история, творчески переосмысленная в антологическую теорию. Антология неизменно являет некую отобранную коллекцию текстов. Это вторичные тексты. Иными словами, они отобраны из неких рядов, именно уже с тем, чтобы предъявить новые ряды, новое множество. Они отобраны из каких угодно других контекстов, чтобы создать новые контексты. В этом смысле антология уподобляется журналу и альманаху, и берет актуальный соотктивниче наблюдения формалистов над большим литературной формой. Над ее структурой приема и композиции. Только там, где Шковский писал о монтаже, в современных колледженстадиях говорят о приколахе. И также в колледженстадии популярна цитата из Бадырияра о субъективном образе объективного мира. Мол, субъективность отбора делают антологии едва ли не первыми текстами нового времени. На конец разговора об антологиях и их составлении неизбежно возникает категория вкуса. И здесь мы вступаем в пространство социологии, собственно, социальное рассуждение по Бурдье. Но для начала все же выделим то непременное свойство антологии, согласно которому отобранные тексты представляют некую литературную идею. Это могут быть образцовые тексты, то есть каноны классика. Такого, собственно, одно из первых назначений антологии. Как следствие, это может быть антология антикологии. То есть, как все мы знаем, чучело совы, как специально отобранная антология флотовского. Это может быть поколенческий или локальный срез, такая литературная история с географией. Это может быть антологией одной темы или одного литературного рода, антология эпиграмма, антология малой прозы, антология стихов о любви или стихов о городе. Для нас сейчас принципиально то, что делает антология мета-жанром, формой литературной авторефиксии. В российской литературной истории, как в любой истории больших процессов, трудно определиться с началами и первопричинами. Иными словами, трудно сказать, когда начались антологии, какая из них была первая. Можно ли относить к антологиям древнерусские сборники-цветники, были ли антологиями в буквальном смысле вертобрады рифмоводиума Семена-Кулатского, или они принадлежат к консипиопедическим средневековым жанрам, которые близки к антологиям, но не антологиям. Похоже, что русские поэтические антологии, как и многое другое, впервые запустил Жуковский, издавший в 810-811-6 томов собрания русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских, из многих русских журналов. По замыслу, это было не образцовое собрание, но полное собрание, попытка первого целостного представления русской поэзии. Я издаю не примеры, но полное собрание лучших стихотворений российских. Между превосходными я поместили посредственно, ибо хочу, чтобы в собрании моем были шедевры всех наших стихотворцев без исключения. Затем был 812 год, который породил первую тематическую антологию и двухтомное собрание стихотворений, относящихся к незабвенноу в 812 году, состоит в их несколько душек. Уже в следующем десятилетии настала эпоха Альманахов, и знаменательный опыт русской анфологии Михаила Яковлева, изданный в 828 году, концептуально восходил в антологии француз 1816 года. Он отобрал и обозначил поколение, которое потом в учебе, как стоит называть, в пушкинской пилеерной. Но этот антологический опыт был устроен по принципу Альманаха, и его зачастую относится к Альманахам. В украинской истории там несколько сместились акценты. Власти в Кребинке 1841 года была замыслена как журнал, по обстоятельствам стал Альманахом и считается прото-антологией. Следующая затема украинская антология вышла через 40 лет. Это была самая антология русска. Она вышла в 1881 году во Львове, и там были представлены 42 украинских поэта. От Беребенки до Франка. Затем к 100-летию Нейды Катаринского в Киеве вышел тритомный лик. Это был 1900 и 1902. За ним последовала украинская муза. 1908-го составитель Львовца Коваловка. Она была в 12 выпусках. И, судя по всему, составитель ориентировался на успешную и популярную русскую музыку Булевича. В 1904 году. Сам Юкубович называл свое собрание хистоматией, предполагая представить читателю наглядную картину движения русского стихотворного искусства в течение 19 века, дать как бы живую историю русской поэзии. За это долгий, конечно, так времени. Однако затем он признавался, что жертвовал историческим в пользу художественного и,ными словами, отбирал лучшее, руководствуясь собственным вкусом. Каковы вкус, в свою очередь, был отражением известной литературной эпохи. Итак, составители самых успешных и тиражных антологий начала 20 века стремились к хистоматийной исчерпанности и к целостному представлению литературы. Это были огромные многотомные собрания, и потом, в конце века, вот как мы помыли, в конце 20 века, эта практика возобновилась. Но одновременно возникает идея авторской избирательной антологии. Каковы были, например, 88 современных стихотворений, избранных из Найдой Гиппус? Или известный проект антологии Салагуба, где было 56 стихотворений. Кажется, последним концептуальным практом, обозначившим русский серебряный век, была антология русской лирики от символизма до наших дней, Лава и Шаманова, в 1924 год. И там были последовательно представлены все поэтические течения, от ранних символистов до пролетарских стихотворусов. Советские антологии хистоматийства, к классическим распределениям по родам и жанрам, утверждали советские каноны, вычеркивая одних, вытечивая других, так уходит в те и Жуковский, фактически исчезает серебряный век, оставив по себе Решнояковского и мескостихотворений Блока. А украинский советский канон был старательным отражением русского, хотя и здесь заслуживает отдельного внимания, составленное рельским четырехтомной антологией украинской поэтины. Дело в том, что советские антологии хистоматий традиционно открывались словом о полку, постулируя общие начало братских славянских литератур. А в антологии рельского линейку украинских поэтов первой открывают сковорода. И это затем становится одним из базовых элементов в новой историко-литературной модели, так называемой украинской обороты. В параллельных диаспорах создаются альтернативные каноны и утверждается совершенно иного порядка традиция. В центре выдвигаются другие литературные фигуры и идеи. В этом смысле, наверное, самый характерный пример, изданная парижской культурой, Рострильное ведро «Бедрожжение» в 1959 году. Само название распределено «Бедрожжение», а затем вошло в украинский культурный словарь и в новую постсоветский школьный канон Украины. Антология, собранная Юрием Лаврененко, название было предложено Ижгидрольцем. Эта антология представляла выбитое, фактически уничтоженное литературное поколение 20-30-х, другую версию украинской литературы 20-го века, в которой она могла бы быть, будь и Украина в 20-м веке, другая история. Еще одна важная украинская диасфоральная антология, она называлась «Координаты», вышла в 1969 году, и там была сделана попытка прописать топографию украинской литературной эмиграции. Там еще было характерное определение с фотоюбичьей МНЖ, то есть с той стороны границы. И там еще была попытка застолбить место для так называемой Нью-Йоркской группы, собственно, состоителю к ней принадлежали, и в этом смысле характерное представление еще об антологии, как об инструменте манифестации новых литературных сообществ. Такого же порядка русских диасфоральных антологий, переписывающих пану и вошедших в школьную программу, кажется, все же нет. Более многочисленные антологии поэзи русского зарубежья, от терапиана до Игоспа, и в этом ряду нельзя не вспомнить самую известную из антологии во второй культуре, это «Уголубой вагон» Кузьминского. Ну и в заключение этой первой конструктивной части нужно задуматься, чем вызван нынешний антологический бомб. Вот автор той самой фундированной украинской монографии, причисляя к антологии тьму заказных издательских сборников, склоняется к мысли, что мы имеем дело с антологиями нового типа. Она просто пишет антологию в пространство массовой культуры и приписывает ей все эти свойства, которые традиционным антологическим собраниям не свойственны. Это необязательность состава, отсутствие выбора как условия создания, коль скоро тексты заказываются, и, наконец, образцово здесь поднимается разнообразием, а концептуальная вторичность в прочтении и спонтанности письмах. В конечном счете речь идет о превращении антологии из ретроспективной формы в перспективную. Каковая форма отныне предъявляет не актуальное прошлое, но актуальное будущее? Это звучит эффективно, но не очень интудительно, можно говорить о неком развитии жанра, но трудно предполагать, что она обращается в свою противоположность, что, утратив базовые признаки, ту самую присущую коллекцию вторичность, остается именно антология. Защищенная не тогда на диссертации на сподную тему в России, защищенная Виктория Важенова, русский литературный сборник середины XX-го и начало XXI века, как целая. Там мы находим соображение столь эффектное, не учитывающее издательскую прагматику. В последние десятилетия бесконечное умножение антологии сопровождается ослаблением периодов. Проективная литературная экономика предпочитает разовый СМИ. То есть долгие горящие литературные формы, представляющие процесс, плюсов, но толстые журналы, таким образом уходят, а антология, сходную синюю форму, сборник или альманах, предъявляя их у литературную идею, литературное состояние, делают это совершенно иначе. Они его как бы нарезают. Ну вот такая книга в системе. Ну вот я, собственно, такой теоретический конспект на этом закончу и перейду к киевским антологиям. То есть я буду говорить о поэтических антологиях Киева и о киевском городском каноне, как он представлен в русской поэзии за последние полторы сетей лет. И я замечу сразу, в тематических антологиях инерционных массивов заведомо больше. Но на такого рода массивах легко увидеть, как работает канон, как он фиксируется в результате литературной тематической инерции. Вообще в городских канонах, по крайней мере в киевском, эти подмочества христиматильные и антологические не совпадают. В тематические антологии по понятных причинам входят больше тем, скажем, в школьные христиматические. Обычно при составлении таких антологий предладают идеи собирательства и неизбежные соображения субъективного порядка, которыми руководствуется тот или иной издатель. Но зачастую именно по причине этих тритих соображений в киевские антологии не попадали тексты христиматильных. В тех случаях, когда за несовпадением антологии христиматильных стоит некая городская идея, они, наверное, уж не внимательны с постороннего взгляда. Это несовпадение или непопадание тоже становится фактором истории городского текста. Вообще в киевских антологиях не так уж и много школьных текстов. Первый и главный, безусловный киевский антологий. Но я когда-то писала об этом стихотворении, и я не буду повторяться, я только кратко скажу, что во второй половине XIX века Ховяковский киев воспроизводился не менее чем полутора десятка ручебных послуг. За ним выстраивается определенная городская традиция, и его интонации на кавариторике отсылают более поздние тексты. Эта хриническая здравица в буквальном смысле задает тонн первой киевской антологии в 1778 году. Стремительная экономизация стихотворения Ховякова была обусловлена самой историей его создания. Оно было написано по заказу Максимовича для первого киевского журнала «Киевлянин», должно было открывать первый его номер и служить своего рода программой. Основной идеей стихотворения комментаторы зачастую называют известные строки из сопроводительного письма Ховякова Максимовича. Цитата. «Пора Киеву отзываться русским языком о русской жизни, не уверен, что слово и мысли лучше завоевывают, чем сам на упорах, а Киев может действовать во многих отношениях сильнее Питера и Москвы. Город пограничен между двумя стихиями, двумя посвящениями». Конец цитата. Это несколько корректированная идея Николаевского официоза, идея превращения польского города в православную столицу, в город русского духа. Однако стихотворная программа оказалась несколько шире, представляет на прозаической, и доминанту в стихах, там задают ритмически энергичные Хари-4, а в центре поэтического сюжета оказывается сход собирания всеславянского паломничества в карусалину или русской. И теперь и стран далеких, из неведомых степей, от полночных лет глубоких, полк молящихся детей. Между тем, в первом номере киевлянина это стихотворение было снятой цензурой, попало лишь во втором, и то в сокращении. А место хомяковской программы в первом номере занял Киев Бенедиктова. От хомяковского Киева осталась одна страфа, слава Киеву многовечной, она была поставлена в качестве эпидра по всеми журналов. Погозин успел поперенять редактору, да кто тебя угородил в бенедиктовском литобене посунуть в общество святых угодников Печевских. Так или иначе, стихотворение Бенедиктова тоже попадает в местный городский канон, оно неизбежно перечатывается как обо всех, как ранних, так и поздних киевских антологиях. Именно эти два стихотворения делают погоду в первой киевской антологии, она была собрана в 878 году духовным писателем Степаном Пономаревым. Он, к слову, был одним членом учредителей императорского православного палестинского общества и собрал еще две городские антологии Москву в родной поэзии и Иерусалима Палестина в русской литературе. Киев в этом ряду безусловно выступал в качестве второго Иерусалима и колыбеля православия. Соответственно, в центре должны были находиться тексты, связанные с иерусалимским сюжетом. И эта первая киевская антология буквально повторяла структуру паломнических путеводителей и состоялась в двух частях. Они назывались, соответственно, Киеве его святыни и дни прояволок окрестностей. Тут характерно, что структуру киевского канона определяли паломнические путеводители. В тот момент это был самый массовый из городских текстов. Есть еще такая особенность, если составитель антологии для двух поэтов наполняет ее собственными стихами. Как сделал наш герой Степан Пономарев, причем в полном соответствии со структурой путеводителей. Все его стихотерения посвящены главным киевским храмам. Толь скоро паломнические сюжеты восходят карусалимским токасом, одним из немногих прозаических отрывков обошедших в эту поэтическую антологию стал известный пассаж «Ребенки из мачки и паночки, отсылающие вхождение игумя до него». Но это известный очень отрывок, какой-то красивый ему родной киев, добрый город, святый город, какой-то прекрасный, какой-то ясный седой старик. На высокой горе стоит он на поясно-зелеными садами, слушатели добрые люди, он говорит про киев, и плачет отрабость, бедного нерусского. Ну и, соответственно, источник города Иерусалим, стоит в дедрях около него высокие каменные горы. Бывает тогда радость великая всякому христиану, видя, что не святой город, плачет, плачет отрабостью. Никто не может не прослезиться, увидев желанную землю и святые места, и так далее. Один из главных источников составных частей первой киевской антологии журнал Министерства народного просвещения. В этом смысле школьные образцовые тексты отождествляются вот такой идеальный канон, где школьные хрестоматии совпадают с антологией. Но тот там все-таки задает журнал Максимовича университетский. Большая часть поэтической продукции антологических авторов восходит главным текстом киевлянина, то есть по стихотворению Хомяковой и Бенедиктовой. Сознательно или нет, в большинстве своем автор этого круга воспроизводили корейческую здравицу Киев-Киев, Златоглавый, Прощерусский, Городовый, Холмовый, Здравствуй, Бек, Широкошумный, Православия, Кутырь, Здравствуй, Киев, Старец, Думный, Древний Руси, Холыбей. Антологический текст очевидным образом тяготеет Хомяковской риторики. Бенедиктов пытался усложить стратегический рисунок, который перемежал на обычной четвертой колеи песнями имитацией Моря Кольцов Холыбейки. Но в итоге подхвачена была именно здравица. Третьим ключевым текстом Банамаревской антологии стал Киев-Козлова. Хомяковское стихотворение задает паломнический иерусалимский сюжет собственнохожения, а у Бенедикта в основной темой становится Днепровская купель. Киев-Козлова воспроизводит классический киевский пейзаж, что же по сути паломнический. Высокий Днепровский берег с Лаварской колокольной, открывающийся православным паломником, подлежащий Киеву с востока, с Нового берега, где светлый крест с печерской головой горит звездой на небе голубом. Этот пейзаж с небесными киевскими высотами становится экономическим зачином. Высоко передавлен старый Киев-Наднепром Хомяков. Киев-Наднепром стоит, он говорит, церкви и собором Маркиевичем. Ну и, наконец, там, где на высоте обрывов воздушно-светозаврный храм. Вот это посвященное Андрею Муравьеву стихотворение Тюльчева, и речь, там, разумеется, об Андрейской церкви. Тут интересно, это тот случай, когда момент литературной канонизации можно зафиксировать. В начале XIX века обороченная Андреевская церковь в сравнительное недавнее сооружение. Оно было построено по заказу Елизаветы Петровны в второй половине XVIII века, а в 830-е годы уже Андреевская гора становится легивым киевским местом Жуковского Гоголя Максимовича. Затем в 866-м здесь поселяется Андрей Муравьев, его навещают Тюльчевую опорцию. На это время гора своей правой утверждается в киевских антологиях. А у начала этого поэтического культа находим чувствительного путешественника Владимира Измалова. В своих аллегорических видениях он избежал официального паломнического маршрута. Он начал с его паломническими славрой, как это обычно было в паломных путешествиях, а с Андреевской горы и ведущей к церкви лестницы. Она ему представлялась лестницей Иакова, соединяющей Бога и Человек. Как великолепно воздушенная церковь Андрея Первозванная. Тысячи столбов прикасаются к облакам, соединяя качество небо и земное. Прекрасная цепь каменных ступеней, служащая эмблемой лестницы, которая соединяет Бога с Человеком, и по которой дух последнего возносится к величеству первого. Это путешествие Измайлового образцовым текстом в первой половине 19 века. Оно многократно переиздавалось, пародировалось, перепечаталось в хрестоматиях. Прочувствованный Измайловым образом в горе и лестнице Иакова затем буквально дословно повторяется в написанном более чем полвека спустя стихотворении о Куртино посвященном муравьеме. Здесь сладко отдохнуть все веет тишиной и да безмерно хороша и высшего населения доверчивой мечтой не видит ничего лишь небом и собом или восставшую душу. В Пономаревской антологии представлено постихотворение посвященное Муравьеву. Сам Игорь Муравьев автор одного из главных киевских хожений был едва не самым реальным хранителем молитвенного Киева и не случайно стал героем поломнической антологии. С Адерим Муравьев связано чуть ли не единственное исключение из концептуального массива вот этой вот самой Пономаревской антологии в Днепровском разделе под помещенной Гуру Савки. Более никаких текстов, связанных с языческими суевериями здесь нет. Ни пушкинского гусара, ни старокийских отрывков из Руслана и Людмила, ни даже совершенно хрестоматильной песни и вещь и молитвы. В позднейших киевских антологиях все пушкинские древности неизменно присутствуют зато отсутствует хрестоматильность до 19-го лета, хотя и вошедшие в альбом Пономарева отрывки из 12 спящих Держаковского. Еще один истеристически неуместный в той антологии текст это Фергетон Минаева посвященный киевским людям великим Аскаченскому Юркевичу и предвещающие Печорских антикады скоро. Вероятно здесь тот самый случай третьих соображений составителя до собственных отношений слободно. Сегодня трудно предположить чем вызван этот выпад одного духовного писателя против другого причем антология включена сатирана Аскаченского а не его известные стихотворения во временем Крымской войны о котором кстати упоминает листок встреча ополченцев Киеве на молитву же друзья Киев перед вами отцу эта земля закипела нами это наш Иерусалим наш силы священны промчались рука над ним а он все по идее эти стихи совершенно вписываются в официозный корпус Пономаревской антологии вероятна причина в скандалезности конфликтности Аскаченского описанной Рисковой антологией другой сюжет представленный в этой паломнической антологии фактически метрификсированный в позднейших сельских сборниках и птичевских антологий в антологии Пономарева находим два стихотворения под одним и тем же названием на развальном Десятильной церкви Андрея Подолевского и Барона Розана в принципе перед нами в чьи городской мотив восходящий апокалиптическому тексту о гибелье Михалогоров тут интересно что на Иерусалимский контекст накладывается в другую чрезвычайно важную по городской мифологии сюжет это эпитафия Рима восходящая к проповеди Глаженного Агустина названной тоже слово о разорении города Рима главный вопрос слово о разорении за что постигла такая страшная пара а в русской традиции этот римский сюжет достаточно проснаречила от Баратынского и Тюччева до Мегуртана и Гумилева кладбищенское стихотворение Розана собственно аллегория надгробного памятника напрямую отсылает к Риму Баратынского ты пал на белье душ напал державный Киев честь с тобой над всей разваленной святой на величественной миссии в планете задремал правитель ангел был свенчан главу а в Баратынске соответственно это был гордый рим земли самовластитель и был свобода рим разваленным твоим отход с грустью в чужом увестить и к тому же кладбищенскому топосу относятся щековец арбузова все в той же кономоревской антологии стою на вершине пространной высокой среди бесконечно спокойных могил общество характерен этот киевский мотив соединения кладбищенского могильного топоса с вершинностью небесности на горище столице находилась самая древняя киевская кладбища по легендам именно там находилась олегова могилы а поиски олеговой могилы входили уже не в паломническую а в туристическую аттракцию то есть с этой киевской аттракцией собственно с топосом некрополя газионами связанные пушкинской песней вещем олегов на поиске олеговой могилы но самым популярным текстом подбищенского и киевского сюжета неизменно тиражирована во всех позднейших антологиях стал отрывок изразительского на реван едва возникнувший из праха с полувозвенчанным челом добыча дерзостного ляха прихлеет киев в метро здесь Иерусалим не разумно поминается но это одна из главных текстов официальной идеологии Иерусалима земли русской это про разрушение краммы и про отувера при этом что характерно появляется дерзостный лях а затем и малороссийская стиль и бакты впоследствии одна из самых популярных киевских криж киева бакты за этой первой киевской антологии был перерыв очень большой более сотни лет киевские городские антологии не собирались при том что городских антологий за эти сто лет издавалось не так же много но в первую половину этого века вышла несколько антологий московских и петербургских на вскидку была крымская антология и она переиздавалась логично предположить что киевские сборники начали собираться к искусственному юбилеву тысячу пиццетлетию но удалось найти лишь одну антологию собранную в тысячу пиццетлетию она называлась в семье вольной новой и она посвящена мне городу о дружбе народа то есть этот новый киевский официоз советский просчитывал служение как христианская купель но как колыбель братских народов так что смысл был такой а городской идеи там много предположим православные столетия полунический канон в известный момент стали неактуальны и нежелательны но оставались слишком сильные идеи так что создать антологию на другую новую городскую идею людям того поколения которое еще училось по предстамателям Стамяковым было сложно зато в конце прошлого века случился буквально в смысле бутылки словно пропало случились бутылки и в течение последующих двадцати сущих лет киевские антологии выходили по леску чтобы в год в отличие от первой Пономаревской создательного канона которые стремились представить состоятельно вскоре отсутствие такой идеи было идеей программные стихи были погреблены в огромном массиве стихотворений необязательных случайностей в большинстве своем эта антология как случай статусного лифта то есть стихи друзей знакомых кроликов о почтенной случайности выставлены в одном ряду с Кушкиным и Течевым и Пастернахом самое характерное в этом смысле называлось «Сто поэтов о Киеве» антология Риталия Заславского то есть концептуально именно количество поэтов должно быть много и это правда этот малорганизм Заславский кстати издал еще несколько антологий по этому же цифровому принципу «Сто поэтов о Кушкину» там была некоторая искусственная топографическая идея активировались адресные стихи то есть стихи с каким-то киском если в антологии Пономарева в соответствии со структурой паломнического противодителя были прописаны основные храмы то в антологии были помечены светские от веса ну совсем недавно буквально в прошлом году но что еще одна похожая антология противодителя там только стихи в которых упоминаются улицы если искать в огромной антологии Заславского какие-то закономерности ну там это сложно там совершенно хаотическое громождение но все же мы заметим что там больше подола то есть привычные для киевского канона небесные вершины купола храмов одни из вещей городской низ появляются братцы висок но это не только киевские особенности а по общей органистической антологии от этого когда-то Веронгарский утверждал что трамвай отрезавший голову берлюузу попал в мисковский роман из Киева действительно был ранний киевский роман Владимир Лениченко в записке Курносова Минфископеда где в боях прибывает дьявол и герой гибнет от романа в рейсе но нет никаких причин считают что цирк этот был сколько-нибудь релевантен для Булгакова но зато более поздний травматичный киевский трамвай уже находится в некоторой зависимости от московского романа совершенно очевидно влияние на новый киевский канун Белой Гвардии причем тут работает как разумерция отталкивающая именно городской украинской прозыгой но если вернуться к трамваям этот сюжет снижается и в парадоксальном скурсской человече особачивается я скажу напоследок о том сюжете который в новейших антологиях представляют действительно образцовые стихи то есть те которые создают исторический канун паломнический сюжет стремится нечасто в начале 20 века мы находим его лишь у Маяковского и у Ахматова Маяковский намеренно воспроизводит и переворачивает хамяковские формы молящиеся дети превращаются у него в прадедов историческое время сдвигается на три поколения шли из мест таких которых нету глушек прадеды прапрадеды и прапрапрап одинокой паломнице без котонки и без ребенка без котонки и без ребенка предстает своих киевских стихах Ахматова как будто вопреки созданному гумилевому образу богом заклятым языческой полунии вообще присущей киевским текстам антиномии христианских святых и языческих древностей 20 век выбирают последние древности в этом смысле гумилевка всегда победит древность соединение зеленого и небесное в печерских стихах небесные подземелья спят много тел святых глубине пещер твоих полной жизни без могилей отныне она утрачена остается лишь темнотая духа таков как в пещерном кошмаре Алинского тает зеленые свечи то, что мерцает кадила что-то по самые плечи в землю сейчас обадила из пещерного кошмара вышел щедренкий киевский текст малоизвестен и до последнего времени в антологию не попадал я его поставила в антологию но характерно ранее упоминание экономического мотива киева веря это перестань притворяться ни ночи ни путай ни ври поднимаются шторы подолу ее камерия я взорвать обещался тебя и твои словари и пещерскую лавру и дни про собор и киев это стихотворение киев Катаева 23-го года имеется ввиду взрыв оружейных складов в Зверинецких пещерах в июле 18-го ибо языки в зиму того же года и раскатится бой и беда и пальба поднекров и на приступ пойдет по маскам ледяной обрегали этим же событием собственно взрыв в Зверинце посвящен другой малоизвестный киевский текст поэма Николая Ушакова 1918-й год это такой опыт киевской повести на мае петербургской повести Пушкина и в полном виде издавалась лишь однажды в сборнике Ушакова Киев 1936-го года но этот текст интересен именно тем что на него указала Харджиеву надеждая на мандерштам как на источник мандерштамовского киева мира Киев во второй половине 20-го века становится одним из ключевых имен города у мандерштама гуглевский образ возникает к сюжету о мертвом городе собственно панихита как сюжет Вина один из ключевых мотивов киевских текстов этой эпохи не только поэтических это гибель великого города и сход из города он теперь заменяет паломническое хожение я пропущу плакатно-филитонное явление дерзостного ляха в киевских текстах 20-х но коль скоро мы говорим все же о массовой поэзии и о сильных городских текстах то надо отметить чрезвычайно характерный для 20-го века мотив грозового вступления очевидно восходящий к пастернаковскому вступлению поэм Литина Шмид все кончилось на столу ночью по Киеву пронесся мрак швыря старин-уставин и хлынул дождь и попая неботы и ушедший день стал странным староданием кажется это обращение к все тому же паломническому канону именно с языческой грозы начинается киевское охожение Андрея Муравьева но в паломническом тексте Муравьева небо чудесным образом проясняются предбески лавровской колоколи в местном каноне 20-го века лавра точно так же предстоит на фоне заката и на фоне рассвета но это уже не мистическое видение паломника неизбежный ритм греха-расплата подсказывает все тот же паломнический канон скудное утро и два силуэта неразделимых как грех-расплата красная лавра на фоне рассвета черная лавра на фоне заката спасибо 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 пожалуйста спасибо меня больше интересует часть такая как бы теоретическая мне то что называется collection studies больше знакомо сквозь призму слышенства то есть поскольку понятно что антология в значительной степени переводят текстно-переводными хотя не исключительно в этой связи я либо не ловила в какой степени ведь вот это всегдашняя проблема близких языков с которыми непонятно насколько они близки и насколько перевод необходим и так далее как вообще киевские антологии работают с природом в транспорте выкрывали на текст натуральный язык что нигде не издавалась по язычных антологий вообще украинского политического он существует но он не собирался то есть из городских антологий есть львовские антологии они многоязычны потому что есть польские антологии есть как вы думаете связь между антологическим процессом и тем явлением которые сейчас таких полу глянцевых журналов глянцевых и везде там 10 чего-то что нужно знать о том то есть лучших авторах 10 самых интересных фильмов последнего года вот это это мнение антологизации или это совсем другое я думаю что это похожая идея вот это вот топово собирание документов да 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 то есть такое скупорившиеся до десятков от сотен спасибо еще есть пожалуйста спасибо можно одно соображение два соображения один вопрос если вы говорите о том что на тексты после после 30-х годов может влиять пастернаковский текст что наверно скорее даже не лейтенант Шмидт а дрожат-гарожат автобазы а тот же опять шаг он не существует да да но красава да нет но красава но красава с Гарри местит полночный мультиолог и пакет второе соображение по поводу по поводу полу глянцевого ханона если мне память не изменяет ведь одна из особенностей удивлявших и искавших разных интерпретаций которые кажется ну у которых в прошлом некой интерпретации появились хажение Игумена в том что он все все иерусалимские и околиерусалимские места описывает в полном беспорядке странное нагромождение и вы логике там начать с Ветхого Завета потом прийти к надзвозаветному или географически ничего такого не работает ну этому древники предлагали свои варианты объяснений может быть и здесь это тоже как-то срабатывает тоже как влияние от логического канона а последний собственно вопрос вопрос к вам как я правильно понял что вы как сказать не не разделяете идею Петровского про трамвай не разделяете то есть действительно текст по сюжету совпадает венченковский но нет там никакого отношения к Булгакову непонятно вообще до какой степени а я тогда может быть я плохо понял ну и сейчас плохо помню Петровского у меня это было ощущение что у Петровского решило о том что это такое зрительное впечатление регулярное зрительное впечатление собственной квартиры что вот у них там трамвай вылетал из-за угла вот важный для мастера эффект он никогда не ходил трамвай он выезжал на тот спуск который называется владимирский он назывался Александровский он выезжал на улицу Сокоряшина Александрович он действительно он там был за углом но у Миросеменовича у него такие метафорические идеи красивые красивые антологии антологии русская поэзии русская поэзия серебряного мега под редакцией